Любой профессионал должен повышать свои знания, свои компетенции. Мы уже третий год проводим здесь фестиваль, который делится на культурную программу, делится на большой блок деловой программы. Здесь, например, международная радиокомпания «Мир», которая, хочу поблагодарить, очень активно работает с нами в рамках фестиваля «Манжуро». Здравствуйте! Это программа «Евразия. Дословно». И сегодня мы беседуем с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связем с соотечественниками Артемом Туровым. Артем, здравствуйте! Здравствуйте! На Международном молодежном фестивале «Манжуро» вы представили концепцию Евразийского университета развития. Но пока что название рабочее и все еще на стадии разработки. Расскажите, пожалуйста, кого и чему там будут учить. Знаете, мы уже третий год проводим здесь фестиваль, который делится как бы и на культурную программу, делится на большой блок деловой программы. И вот за эти три года от участников, от экспертов, которые здесь, на Алтае, работают с нами на площадке форума, поступило такой ряд запросов о том, чтобы перевести работу фестиваля в такой постоянный режим, чтобы молодые люди, которые приезжают сюда работать по различным направлениям, эта деловая программа дает им возможность самореализоваться, с одной стороны, с другой стороны, найти связи со своими коллегами из стран-участниц ЕС и СНГ, возможность запустить различные совместные, в том числе, проекты. Ну и, конечно, это новые знания, умения, навыки, которые в своем мире очень нужны. Любой профессионал должен повышать свои знания, свои компетенции. И участники, как я уже сказал, с экспертами вышли инициативу, чтобы делать это не раз в году, такую площадку, а чтобы она была постоянно действующей. Понятно, что очень сложно, наверное, физически собираться, там, не знаю, каждые два или три месяца в какой-то из точек, в какой-то локации. И мы вышли на такую сетевую форму создания онлайн-университета, в котором любой гражданин, вот живущий в наших странных участницах, когда есть за пределами, мог бы нападать заявку, пройти конкурс на отбор, выбрать образовательный модуль, программу, и получить дополнительные знания по тому из направлений, которое ему близко, которое ему интересно. И уже потом, пройдя 2-3 месяца обучения в онлайне, работая на этой интерактивной площадке, уже непосредственно приехал на зимнюю или летнюю сессию, на 2-3-4 дня такого интенсива, как мы делаем здесь, в городном Алтае, уже непосредственно общаться вживую с экспертами, с своими коллегами в таком вот формате. Ну и получить по итогу сертификат, повышение квалификации, для того, чтобы в том числе зафиксировать свои профессиональные навыки. Вот идея достаточно проста, и с современными технологиями позволяет ее, во-первых, дойти до каждого, кому это интересно, а во-вторых, собрать такой большой коллектив людей, которые работают, может быть, в разных средах экономики, в бизнесе, в общественных структурах, в медиа, которые заинтересованы в работе этого важного интеграционного проекта Евразийско-экономического союза. И я вам скажу, что сами, и уверен в этом, что сами предприятия, компании, госструктуры, компании, госкорпорации, сами заинтересованы в тех людях, которые будут работать на экономику, будут работать в интересах евразийского интеграционного проекта. То есть, Артем, я правильно поняла, что это не высшее учебное заведение, а курсы повышения квалификации, и обучение будет идти два месяца? Или это только в онлайн-формате два месяца? Мы видим это следующим образом. Сейчас пока формируется еще учебный план. Да, современный мир очень быстро меняется. Появляются современные угрозы, вызовы, в том числе и в нашем макрорегионе. Появляются новые решения, в том числе, например, если мы говорим про IT, потому что цифровизация и трансформация идет постоянно. И для того, чтобы это было эффективно, для того, чтобы это было оперативно с точки зрения донесения информации и ее формирования, мы видим, да, что действительно несколько месяцев это онлайн-занятие в зависимости от модуля, который будет выбран участником. Понятно, что до этого необходимо будет пройти конкурсный отбор. Мы видим, что это уже люди состоявшиеся, которые уже имеют базовое образование, уже работают в каком-то своем профессиональном сообществе и хотят повысить свою квалификацию, получить новые компетенции, знания, для того, чтобы быть еще более эффективным в том или ином сфере, например, экономики. А по каким направлениям будут учить? Все, конечно же, зависит от интереса слушателей. Если у нас будет запрос по каким-то темам, по каким-то направлениям, мы всегда сможем это вставить и создать новую образовательную модуль, которая будет отвечать вызову времени и интересам слушателей. А как будет проходить отбор? И будет ли обучение бесплатным? Мы считаем, что, конечно, обучение должно быть бесплатным. Мы ищем по каждому из блоков партнеров, которые сами заинтересованы в работе. Такие партнеры у нас есть. Например, международная радиокомпания «Мир», которая, хочу поблагодарить, очень активно работает с нами в рамках фестиваля «Манжурок». И такая синергия, эффективность, эффект, который уже есть. И, конечно, если мы говорим о медиакоммуникациях, вообще медиа в среде, то, конечно, нам бы хотелось, чтобы здесь работали профессионалы, практики, которые знают, как реализуются, как можно доносить информацию, с чем сталкиваются. Я уверен, что именно люди на это рассчитывают, чтобы это не просто были какие-то академические, теоретические знания, а чтобы перед ними в первую очередь выступали эксперты, профессионалы, конкретно работающие в той или иной среде или в сфере экономики, которые на практике знают, что и как работает, и что необходимо делать. Вот это, наверное, самое главное, когда люди смогут уже состоявшимися, успешными, практикующими специалистами, профессионалами иметь диалог, общаться и получать от них напрямую знания. Вы сказали, что обучение будет проходить в онлайн-формате, но также, если я правильно поняла, офлайн-встречи также будут проходить два раза в год, зимой и летом. Известны уже локации? У нас такая идея, что как раз наш фестиваль превратится, трансформируется в одну из сессий, например, в летнюю сессию, куда представители Евразийского континента будут приезжать. Это обусловлено тем, что все-таки Горный Алтай является таким географическим центром Евразии. С ним связано очень много цивилизаций, в том числе, которые сейчас проживают на Евразийском континенте. И мы хотим, чтобы эта площадка стала постоянно действующим центром образовательным нашего университета. Ну и, конечно, если мы говорим о том, что мы в год будем делать два потока, то обязательно мы должны завершать такой же, например, зимней сессии. И здесь мы уже хотели, чтобы это происходило в разных странах участницах ЕАЭС. Для того, чтобы люди могли приехать, узнать, погрузиться и в культуру, в экономику, в быт, просто познакомиться с той или иной страной. Вот сегодня наши коллеги из Казахстана предложили провести, например, учебу первого потока, выпуск ее в Алмате. Это тоже интересное предложение, потому что там находится в том числе ряд органов Евразийско-экономического союза, Евразийский суд. И мы могли бы не только провести выпуск, дать дополнительный какой-то интенсив образовательный для участников, но и познакомить, как работают, например, органы управления Евразийско-экономического союза. Понятно, что Алматы достаточно крупный город. Познакомиться, как работают органы власти, например, как работают компании, как развивается там социальная сфера. Мне кажется, это очень важно, чтобы мы понимали, что происходит друг у друга в стране. Вот ваша телекомпания как раз этим занимается. Она знакомит и помогает понять, как живет та или иная страна, наш сосед. И это очень правильно. И мы считаем, что так и должно быть, потому что зачастую мы больше знаем, что происходит где-то в западных странах, в США, в Западной Европе, чем у наших соседей, с которыми у нас тысячелетняя история совместного проживания, здесь быта, потому что мы живем на одном континенте. Но мы обязаны знать, что происходит у наших ближайших соседей, у наших друзей. А известен ли сейчас преподавательский состав? Мы работаем с нашими коллегами из всех, без исключения стран-участниц, не только ЕАЭС, а СНГ. Мы считаем, что преподавательский состав, состав экспертов, должен быть паритетный. Должны быть представители всех, без исключения стран, для того, чтобы у нас был такой равный подход, для того, чтобы каждая страна имела своего голоса. У нас это такая традиция в СНГ, традиция в ЕАЭС, и мы этот же такой подход хотим перенести для работы будущего университета, чтобы он был не привязан к конкретному государству, а чтобы он работал в интересах каждой страны-участницы ЕАЭС. Я желаю вам успехов. Спасибо большое. А я напоминаю, что это была программа «Евразия дословно», и сегодня мы беседовали с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связем с отечественниками Артемом Туровым. Оставайтесь с нами. Вместе интересно. Продолжение следует...